Холод в РФ замораживает российское ПВО Полиция начала кошмарить всех, кто жалуется Путину Это какая-то пытка и уничтожение населения в 100 километрах от Москвы Слава Украине звучит на Красной площади Слава Украине! Героям! Слава! Украинцы едят донбасских детей КНДР готовится к войне Ф-16 летят в Украину А Соловьев пытается помирить украинцев и россиян Для них это просто счастье, война внутри православного мира Это и многое другое вы увидите прямо сейчас Всем привет, с вами Карина Клышун и это проект в тренде Собрала для вас достаточно интересные новости из мира Зазеркалья И не только Нам будет, что с вами обсудить Это я вам обещаю Ну что, начинаем Ну а начну я наш выпуск, пожалуй, с российских СМИ И российских пропагандистов Там такие первые, что стоит взглянуть Шок-контент Укра-бандеровцы едят детей Донбасса Официальная рия новости Там показали, как в СУ якобы варят живьем детей Донбасса Ох уж эти украинцы Детей варят, а рецепт не пишут И вроде все честно и понятно Детей едят, россияне верят, зарплата журналистам капает Но есть одна маленькая неувязочка Это фото ребенка из Чебоксарского округа Новости из Чувашии в телеграм-канале были не такие красочные, как в РИА новости Суть в том, что жители села Толикова топили снег, дабы помыть детей Населенные пункты оставались без водоснабжения Подвоза воды не было Но гений фотошопа и заголовков решили немного разнообразить российскую ленту Но проблемы с водой, электричеством и отоплением уже распространились по России Проблемы с отоплением в РФ первую неделю 24-го года охватили 19 регионов Просто вдумайтесь, почти пятая часть российской территории осталась без отопления И где-то проблему не начали решать до сих пор Мы замерзаем, жители выходят с пикетом, жгем дрова Жители Воскресенска решили прямо обратиться к Путину Мы жители с подмосковного города Воскресенска, микрорайон Цембиган Обращаемся к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину К нашему Воробьеву-губернатору К нашей организации «Русская община» Мы надеемся, что «Русская община» донесет все наши проблемы до высшего руководства города Москвы А проблема у нас по всему Сенгиганту – это отопление Обращаются к Путину и не на коленях? Ну, как вы поняли, жалоб таких очень много С вами Владимир Владимирович Путин Мы, жители номер 10 по улице Маховой, поселка Новозавидовский Вынуждены обратиться к вам за помощью Так как мы до этого уже обращались к губернатору Игору Рудениев И главе округа Пляскину Алексею Михайловичу Никакого результата это не дало Проблема не решена Нас фактически продолжают убивать холодом Это какая-то пытка и уничтожение населения в 100 километрах от Москвы Мы просто замерзаем от холода У нас здесь вроде нет боевых действий, но живем мы как в блокадном Ленинграде Поэтому мы решили обратиться к вам за помощью как в последнюю инстанцию Люди просто боятся замерзнуть насмерть И удивительно, что любовь к родине и к величайшему Пу как-то уже не греет Это были жители Тверской области В домах у них температура всего 4-10 градусов А счета за отопление приходят на 30 тысяч рублей Газовая сверхдержава Как в известной русской сказке Приговаривать мерзни-мерзни волчий хвост Жители хотели донести информацию, дабы им помогли Женщина, которая рассказывала о проблемах, была настроена решительно достучаться до президента Но вот стук этот дошел только до полиции Сразу же после записи к женщине начали ломиться полицейские и предъявлять какие-то претензии В общем, кошмарить Люди пытались хоть как-то согреться Где не было отопления, грелись тепловыми пушками И перегрузили электросистему Теперь по улицам горят провода И знаете, из-за чего все это? Нет, не из-за того, что Путин идиот Это все опять-таки проделки украинцев Да, в СМИ решили перекинуть вину на украинскую стабильность Ведь именно из-за нее страна начала захлебываться в череде аварий и катастроф И знаете, идиот тут не только Путин Но и те, кто продолжают верить ему и его пропаганде Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Пишите свой комментарий А также не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал У нас тут много интересного Проблемы с отоплением перекинулись и на военных Холод в Подмосковье начал испытывать командный пункт предупреждения о ракетном нападении Мерзнет Тиманово и база Солнечногорск-7 Это военный городок, который обслуживает командный пункт, так называемый квадрат Именно здесь несет круглосуточное дежурство расчет системы предупреждения о ракетном нападении Сюда отсекается вся информация с наземного и космического эшелонов СПРН и именно здесь исполняет решение об ответном ядерном ударе Получается самих себя? Но будет неправильно, если я не расскажу, что таки Путин отреагировал на проблему в Подольске В многострадальном микрорайоне Климовск после вмешательства Путина все же дали людям отопление Но новая беда не заставила себя долго ждать Там эти самые трубы просто прорвало Весь дом заливают кипятком Подъезды превратились в настоящую русскую баньку Радиатор на первом этаже И входной двери Радиатор на первом этаже Пуциологии проблем не видит В Кремле же тепло Пока одни в России помирают на войне А другие мерзут в своих же квартирах Путин на Чукотке нюхает помидоры и радуется огурцам Определенное прищипывание идет, технология Поэтому Палыч ездит на профильные ярмарки Обучаемся Все время с удаленкой идет Агрономы не можем найти себе Благовещенск, мой родной город Три вуза выпускают агрономию Агрономов Где они, куда они распоряются Владимир Владимирович, проблема прям По кадрам прям у нас проблема Именно вот агронома Сам занимается агрономией сам Палыч Вот уж проблема Помидоры есть, а рабочих рук нету Передайте этой женщине, что на фронт берут даже агрономов Потому что этому же Путину война важнее проблем россиян Генерал Мороз доходит и до фронта Во время очередной российской ракетной атаки Российский самолет случайно уронил на рубежную авиационную бомбу ФАП-250 Но российские саперы во временно оккупированном рубежном в Луганской области Из-за сильных морозов отказываются обезвреживать фугасную авиабомбу Как сообщил украинский начальник Луганской областной военной администрации Несколько районов города перекрыты Людей выселяют из соседних кварталов Но при этом город закрыт на въезд и выезд До людей доходит, куда же идут все деньги страны И почему с ремонтами так все плохо Война, которую развязала Россия, теперь касается каждого И на улицах Москвы находятся люди, которые готовы выходить с протестом на площадь Выглядит как страшный сон диктатора Но мужчина, браво! Жаль, что пока мало таких смелых и понимающих людей на России Напоминаю для тех, кто в бункере Войну начала Россия Продолжает Россия Захватывает чужие территории Получает по голове Вливает весь бюджет в оружие А потом нехватка людей на производстве Потому что все на фронте Замерзают люли Потому что все деньги на фронте Пропадают продукты Потому что санкции Из-за того, что все на фронте И все это, потому что Путину так захотелось Просто дедуля решил, что хочет поиграть Но поднял ставки и теперь проигрывает самую большую страну в мире Но в войну решил поиграть еще один диктатор По схеме Путина Как заявил Ким Чен Ын, лидер КНДР Он не имеет намерения избегать войны И если Южная Корея попробует использовать вооруженные силы против КНДР То Ким Чен Ын уничтожит Южную Корею Тем временем Южная Корея начала массово перекидывать военную технику К границе с КНДР Этот мир сошел с ума Кстати, из Эквадора Новости тоже неспокойные В Эквадоре начались интенсивные столкновения Мафия объявила войну государству, которое до этого начало бороться с преступностью и той же мафией Преступные группировки потребовали у президента отменить военное положение Они захватили станцию метро, полицейские участки, школы, магазины Похитили и взяли в заложники сотни человек В частности, ведущих телеканала в прямом эфире Позднее их удалось освободить Также местные СМИ утверждают, что заключенные пяти аквадорских тюрем В настоящее время удерживают в заложниках 125 сотрудников охраны И 14 административных работников Более 50 студентов уже убито Массовые беспорядки в стране начались после побега из тюрьмы Лидера крупнейшей группировки Адольфа Масия Севельмара Он приговорен к 34 годам тюрьмы Террористы требуют отменить чрезвычайное положение И убрать всех полицейских и армию с улиц Тем временем, китайский тягач Ситрак Си-7Х Стал самым продаваемым в России за 2023 год гражданским грузовиком Впервые в истории обогнав КамАЗ Таким образом, братушки из Поднебесной Окончательно сокрушили российских производителей Доля дилеров китайских марок легковых машин За прошлый год в России выросла в два раза Что позволило поднять продажи автомобилей на 62% Кто-нибудь, передайте там Васильичу Что лишить всю страну выбора и заставить ее полностью лечь под Китай Это совсем не суверенитет, а что-то совершенно другое А Украина может перейти в наступление в ближайшие месяцы После получения Ф-16 от Норвегии Как указывает издание ВЭЛД От украинского плацдарма на левом берегу Крынок до Крыма всего лишь 60 километров Крым остается одной из самых проблемных зон России Сейчас украинская армия активно уничтожает там ПВО и РЛС Упс, и тут российская пропаганда не сработала И после таких новостей в бой вступает пропагандист Соловьев Эта птичка уже не знает, что делать Придумал новую идею, как бы сделать так, чтобы война остановилась А Путин не упал в грязь лесом Ну, чтобы еще и так дружненько было И решил разгонять нарратив, что Западу выгодно, когда славяне убивают славян Хватит уже, а, быть наивными, и б, ждать от Запада некого морализаторства в нашу пользу Этого никогда не будет У них сейчас то, что происходит, это сбываются мечты Славяне убивают славян Для них это просто счастье Война внутри православного мира Ничего лучше для Запада представить было нельзя Это многовековая мечта Запада сбывается Плюс идея абсолютного реванша Но знаете, это так цинично звучит Ведь Россию никто бы не трогал, если бы она не начала нападать на Украину И не начала убивать ее жителей Голубой огонек 2024 года Каждый из этих ублюдков желает мира Но именно их страна его закончила, начав войну Очень показательное видео Будьте счастливы Мир нашему дому В эту ночь мы желаем друг другу счастья, здоровья, мира И не сомневаемся, что так оно и будет Пусть в наших семьях будет царить мир, благополучие и здоровье Пусть в семье царит любовь и благополучие А в нашей стране обязательно наступит такой долгожданный мир И пусть ваш дом будет наполнен здоровьем и добрыми вестями Счастья, благополучие и, конечно, мирного неба всем нам Пожелать нам всем мира, любви и радости Мы желаем здоровья и, главное, мирного неба над головой Новый год растает С Новым годом, с новым счастьем, с Новым годом, с новым счастьем С Новым годом, с новым счастьем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова